Доброго времени суток, друзья! Итак, друзья, продолжаем цикл видеороликов, в которых я демонстрирую приборы, которые я предлагаю своим потенциальным покупателям. Перед тем, как я буду рассказывать или делать лирическое отступление, я сделаю одну простую манипуляцию. Я возьму и включу прибор. Открываем коробку, вытягиваем радиометр, включаем его. И теперь, пока вы наблюдаете за работой прибора, маленькое лирическое отступление. Итак, недавно у меня на канале вышел видеоролик, в котором я демонстрировал 4 радиометра припяти РКС-2003. По результатам этого ролика все приборы были проданы. И после этого, к сожалению, уже после того, как приборы были проданы, мне в электронную почту написал господин Александр с просьбой продать ему прибор. К сожалению, я повторюсь еще раз, приборы из видеоролика проданы были. И поэтому Александр составил такой вот заказ, что ему необходимо припять в сером корпусе с единственной надписью «Припять» на экране. Достаточно жесткие требования, я вам хочу сказать, потому что из области поиска, таким образом, Александр сразу же исключил все радиометры производства львовского завода «Полярон». Поскольку у них на экране присутствует кроме надписи «Припять» еще и название завода «Полярон». А также исключил он все приборы производства завода «Арсенал», поскольку «Арсенал» выпускал «Припять» и в черном корпусе. А Александр сказал, что ему необходимо припять в сером корпусе. Итак, Александр, как вы видите, я вашу просьбу выполнил. Нашел вам прибор «Припять» в идеальном состоянии, полная комплектация. Итак, в комплекте поставки у вас будут идти две кюветы для измерений, вот даже там какая-то еще бумажка с штампом и подписью комплектовщика, инструкция по эксплуатации, как вы видите, девственная, и смотрим мы серийный номер прибора. 92-05 или 6-0-145. Давайте сверим, наверное, так будет более корректно. Итак, смотрим серийный номер прибора. 92-06-01-45. 92-06-01-45. Дата выпуска – май 1992 года. Документы. Ну и сама Припять. Как вы видите, состояние прибора идеальное. С обратной стороны. Ну, это я залапал, наверное. Это оттирается. Смотрим блок счетчиков. Желтизны и тому подобного ничего не наблюдается артефактов. Есть оригинальные пломбы, если, может, свет камеры даст возможность посмотреть. Ну и давайте проверим его на источнике. В качестве источника, как вы знаете, я использую стрелки со светомассой постоянной действия, так называемой, с ПДшкой. Вот эти стрелочки. Достаточно мощный источник. Убираем. Соответственно, показания сейчас будут падать к фону. Александр, если вас этот прибор устраивает, вы можете продолжить. Мы можем продолжить наш диалог в электронной почте. Друзья, также скажу, что данный прибор жестко не будет закреплен ни за каким из покупателей. Это мой принцип. В резерв и в бронь приборы не ставлю. Кому понравился прибор, кто оплатил, тот его получил. Я думаю, это правило честного ведения бизнеса. Клиент, оплативший прибор, получает его, соответственно, раньше всех. Если вам необходимы другие радиометры Припять, пишите мне, пожалуйста, на адрес электронной почты, который будет указан в описании к данному видео. Если вас интересует не только Припять, а какие-либо другие приборы, в том числе дозиметры, радиометры, либо спектрометры, пишите на адрес электронной почты. Опять же, он будет указан в описании к данному видео. Я постараюсь максимально быстро ответить на ваш запрос. Всем удачи, хорошего дня и будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений.